здравствуйте у нас на прямой связи сегодня автор и создатель проекта гулагу нет правозащитник владимир осечком владимир здравствуйте приветствую вас вадим и приветствую всех наших уважаемых зрителей подписчиков кстати говоря хочу отметить канал ваш уже приближается к миллионной отметки поэтому от меня просьба всем кто смотрит вас сейчас и меня подписывайтесь чтобы следить за обновлениями очень интересный канал рекомендую спасибо спасибо вам на добром слове действительно меньше 29 тысяч нам уже осталось до миллиона идем к этому важному такому показателю и надеемся что в рамках этого эфира тоже к нему приблизимся по поводу платформ популярных платформ сегодня владимир путин упомянул павла дурова сказал что однажды с ним встречался это было давно и тогда павел дуров делился с ним идеями и планами на будущее с тех пор больше не встречался в баку не виделись и вообще как говорит путин он не знал что он там был для чего путин сегодня упомянул фамилию дурова учитывая что он не так часто упоминает фамилии мы вспомним историю с алексеем навальным когда он ни разу ее не произнес для чего это было сделано ну дуров здесь точно не навальный и я сегодня тоже посмотрел кстати говоря у вас в телеграме вырезку выступления путина где он кхекал и первая мысль которая мне пришла в голову что штирлиц еще никогда не был так близок к провалу как сегодня то что что сегодня озвучил что оказывается он встречался с дуровом при этом в баку они не встречались вот так случайно получилось совершенно случайно получилось что и дуров и путин оказались в одном месте ну очевидно пока очень известная туристическая среди российских миллиардеров место куда часто руководители и владельцы больших платформ прилетают но сейчас конечно утрирую вот но у меня создалось впечатление что он очень много врал сегодня и врал именно кхека где-то местами там как-то замыкаясь притыкаясь красне очевидно что ему есть что скрывать отмотаем пленку назад путин сказал что он встречался с ним но встречался давно в какой момент они встречались нам ничего об этом не известно дуров об этом никогда публично не рассказывал что они с путина лично встречались по крайней мере я этого точно упустил и вбивая там в яндексе и в гугле путин дуров встречи я не нашел ни одной совместной фотографии фотографии например даже чувака вагнер у него есть там с утки нам и с другими командирами с дуровом нет в какой момент это происходило в тот самый момент когда telegram они пытались якобы заблокировать и абсолютно непонятно то есть что за этим стоит мы знаем что дуров принимал активное участие вот мне даже шиншивы соглашаются вот дуров стоит за созданием в контакте в контакте создавалась как аналог российского фейсбука для того чтобы часть аудитории перевести на такую российскую пророссийскую платформу то же самое и telegram как я понимаю создавался как некий аналог или конкурент вот сапу сигналу другим крупным мессенджером и при этом они встречались вместе и при этом вот если мы вспомним ту историю там якобы блокировки когда telegram якобы блокировался а по сути дела раскручивался как якобы независимый для россиян и даже российская оппозиция в центре москвы устраивала митинги шествия самолётики запускали и так далее все это в целом лично для меня породило в моей голове еще больше вопросов и каких-то подозрений как минимум сегодня путин ничего плохого не сказал про павла дурова как минимум он упрекнул французские власти в каких-то там двойных стандартах и в избирательности атаки на павла дурова и откручивая пленку назад вспоминая что то же самое там такер карлсон брал сначала интервью путина потом выходила вся эта история с дуру и дуров давал такие комментарии где он с одной стороны говорил о том что в россии есть некое давление но и в соединенных штатах то есть вот эта вот история там все не так однозначно и по сути дела провел такой знак равенства между соединенными штатами америки и россии все это скорее похоже на еще раз я сейчас говорю про мое личное впечатление мое мнение это не история там каких-то там данных наших источников по моему здесь путин явно говорил о дурове как я человек из-за которого он переживает и и кому он сочувствует в этой ситуации и точно это не похоже было на какую-то атаку или попытку ущемить давайте просто сделаем такой камбэк посмотрим назад что происходило например 2020 год мне достаточно было в конце 19 года 10 минут выступить в европарламенте с небольшой лишь критикой там пенитенциарной системы россии от этого гулага 21 века когда мы вообще в европе шла дискуссия о том возможно или невозможно работать с путиным из российской федерации в рамках проекта северный поток 2 достаточно было моих 10 минут выступления в европарламенте чтобы против нас была задействована вся махина фсб следственного комитета и так далее чтобы в течение там считанных недель были возбуждены какие-то левые уголовные дела проведены обыски задержаны наши программисты и буквально за один день они там выкрутили им руки и не только руки оказали давление на моих коллег с кем мы работали вместе более восьми лет чтобы уничтожить полностью социальную сеть гулагу нет удалив данные более 18 тысяч пользователей и более 100 тысяч постов новостей видео фото и комментариев мнений людей о тюремной системе вот как поступили с нами ну и понятно что блокировки списки всех этих агентов и так далее и так далее здесь мы видим что в отношении павла дурова когда уже практически всех кого можно и нельзя посадили объявили закрыли заблокировали отношении павла дурова каких-то серьезных репрессий не было более того путин даже сказал но пика понятно что это было вранье с его стороны он сказал я думал он даже в москве якобы создавая иллюзию что он не следил за судьбой павла дурова и телеграм что якобы это что-то такое совсем незначительное при этом тут же упомянул что в отношении павла дурова были претензии там с целого ряда других стран что опять же указывает на то что все-таки он за дуровом и за телеграм следил и за тем как к телеграму относится в той или другой стране вот но мне здесь видится что скорее это было похоже на попытку самооправдания некое некого дистанцирования и возможно он забежал вперед думая что же павел дуров на самом деле мог рассказать французским следователям и французским прокурором и что может всплыть ближайшее время и вот заранее начал стелить себе такую соломку с тем чтобы каким-то образом дистанцироваться от телеграм и от того что происходило на этой платформе а нет ли здесь ощущения что путин занимается дискредитации павла дурова потому что они же например сегодня ну не они а путин сегодня поддержал камалу харрис сказал мы за харрис сказал она хорошо смеется заразительно значит у нее все хорошо нужно ли сейчас кому-либо за пределами россии такая рекомендация то есть если путин кого-то хвалит то ну вряд ли это сейчас плюс для павла дурова ну то есть вот не играют ли они в эту игру то есть мы сейчас тебя защитим чтобы все поняли что даже если ты не с нами но пусть будет брошена тень что-то с нами вадим здесь не соглашусь я бы не поздно не поставил не буду здесь ставить знака равенства и некой параллели про камалу харриса начи про камалу харриса он очевидно троллил и троллил очень круто именно пытаясь максимально нанести максимальный урон команде байдена харрис но и очевидно это там якобы оппонируя с дональдом трампом кому а на самом деле он очевидно симпатизирует а я уж не знаю там по какой причине и надеется на то что если дональд трамп вернется в белый дом то для него это будет каким-то позитивным явлением здесь это был конечно чистый в этот ролик про дурова нет про дурова это было по сути дела продолжение всей этой кампании с роспропагандой с обвинением в отношении франции и запада в двойных стандартах и в том что вот смотрите вот всех остальных там илона маска и других вы не задерживаете павла дурова задержали то есть для путина дуров точно здесь свой точно здесь тот россиянин за которого он впрягается у него есть люди двух типов те люди за которых он готов впрягаться публично и озвучивать что-то и тех которых наоборот будет давить каким-то образом максимально репрессировать и убивать и вот здесь как-то странно получается что с одной стороны вроде бы павел дуров декларировал свою полную независимость от кремля от фсб и так далее и тоже дистанцировался а с другой стороны мы видим что в отношении павла дурова телеграм той линейки репрессии которая применяется в отношении по-настоящему независимых людей не применяется это очень вот как раз и избирательно и здесь еще больше вопросов на сегодня возникло вот от этого его выступления но здесь точно он просто атаковал запад в очередной раз и он пытается они же борются за умы и для него было очень болезненно для путина отъезд из россии многих-многих тысяч светлых умов айтишников серьезных профессионалов которые кто-то уехали все силикон вели в кремниевую долину в америку кто-то в другие страны мира и они пытаются каким-то образом их вернуть назад и как-то рекламирует вот это вот позиция которую они сейчас занимают да это вот скорее вот про эту историю говорить о том что не все так однозначно находить какие-то минусы западе и рекламировать вот россии как вот как в россии бы с ним ничего не приключилось есть мнение что путин очень болезненно относится к материалам о его личной жизни на платформе телеграм сейчас активно распространяется информация расследования досье о его детях 5 и 9 лет одного из них по данным журналистов зовут владимир владимирович путин ему 5 и вот такие вещи он воспринимает крайне нервозно вот и это не мешает ему скажем так атаковать телеграм и что вообще с этой истории с детьми насколько вы доверяете информации которая появилась в расследовании досье я вчера внимательно прочитал и этот материал и многие репосты я честно говоря не нашел каких-то конкретных подтвержденных материалов которые бы доказали существование этих двух детей владимира владимира владимировича путина уже там да там владимир владимирович 2 я ни в коем случае здесь не критикую это расследование просто я в этом не увидел какой-то глобальной сенсации чего-то нового но то то что у путина тайная жизнь и дети от разных браков ну наверное очевидно в этой истории очевидно что он абсолютно не прозрачен в отличие от большинства западных политиков которые открыты и которым нечего скрывать путину очевидно у него много скелета в шкафу ему есть что здесь в этой истории скрывать но именно вот по этой части я я не понял каких-то если бы были какие-то документы фотографии которые сто процентов мы прочитали посмотрели понял что да вот вот они мальчики вот они на яхте и так далее но даже если это так я еще раз подчеркну да большая часть российской оппозиции они занимаются обсуждением кто у него любовницы какого размера я сколько у него золотых унитазов в количестве там каких квадратных метров в таком количестве дворцов с точки зрения международного права международной юрисдикции владимир путин в первую очередь этот диктатор и военный преступник и на секундочку война идет с 2014 года против украины открытая фаза который известно всем но как минимум с февраля 2022 года убиты огромное количество людей сотни тысяч людей убиты в ходе этой подлой войны наверное да какой-то части аудитории возможно внутри россии и интересны там детали интимные подробности жизни путина для меня лично как для правозащитника как для руководителя проекта булогу нет гораздо более важно разоблачить путина как человека который на протяжении более 10 лет выстраивал пыточные конвейеры в россии и как в эти пыточные конвейеры помимо россиян начали попадать и граждане украины начиная с 2014 года вот это важно то за что он будет точно осужден при жизни либо посмертно и с чем он войдет в историю какое количество останется после его жизни там детей и внуков ну пожалуйста примеры той же самой там дочки и после там продолжателей сталина многие отказались вот от того преступного наследия который оставил диктатор после себя здесь вряд ли они могут претендовать на какое-то наследование трона и и судьба на самом деле печально я бы не стал им завидовать с учетом того что там даже если верить этому расследованию понимать что все правда это несчастны на самом деле дети если они не могут общаться с другими детьми спокойно ходить в общие школы и путин вынужден их таким образом оберегать это говорит просто о том насколько опасно он оставляет после себя россию что он даже своих там детей и внуков должен там держать за высоченным забором такой вот красивый золотой клетки но еще раз подчеркну для меня лично важнее и я надеюсь что меня услышит там та часть расследователей и российских оппозиционеров и журналистов для меня лично принципиально важнее расследовать то что сейчас происходит в ходе этой подлые войны когда огромное количество россиян убито россиян вами вот эти преступные приказы расстрелы и вот эти вот пытки когда под угрозой пыток заставляет выполнять совершенно незаконные преступные приказы расследовать те самые военные преступления которые совершенные в отношении украинцев и в отношении россия в в том числе расследовать длящиеся вот эти преступления, насильственные с точки зрения вот этого ГУЛАГа XXI века. Это то, что может иметь значение для мира и что будет важно для Международного суда и трибунала. И здесь, в этой части, как раз, мне кажется, что очень важно научиться объединять усилия и тем, кто занимается различными расследованиями, сконцентрироваться на этом. А история про то, что у него будет какое-то количество детей и внуков, и у них там будут обнаружены яхты, ну, это уже как раз внутреннее дело Российской Федерации. И я думаю, что после депутинизации большая часть из этого будет национализирована, конфискована, изъята, потому что очевидно, что все это добыто преступным путем. Вот нет ощущения, что вот, ну, как история с дворцом в Геленджике, о котором рассказал Алексей Навальный, там, сто миллионов человек этот ролик посмотрели, этот фильм, и что это может тоже влиять, потому что люди, которые едва сводят концы с концами, многие, там, часть из них уходят на войну за деньги, на преступную войну становятся преступниками, получают за это деньги, идут, в общем, потому что таких денег они никогда не видели. И вдруг вот эта картинка, яхты, золотые унитазы, дворцы, аквадискотеки, а ради чего, собственно, вот они туда идут? Ради того, чтобы у него еще яхта стала побольше? Или это не работает уже, как вы думаете? Вот такой эффект. Даже в том потрясающем расследовании про дворцы, которое посмотрело более ста миллионов раз, было более ста миллионов просмотров, феноменальное расследование. Во-первых, там было огромное количество, там, видеоряд, материалы, доказательства исчерпывающие, которые не оставили тени сомнения. И вынудили даже Ротенбергов соучаствовать в легализации всего этого. И они каким-то образом пытались защитить Путина. Но даже тот феномен с огромным количеством просмотров и вниманием, я думаю, каждый второй россиянин это точно увидел, это практически ничего не поменяло. Тем более сейчас, еще раз, по крайней мере, я не увидел в этом какого-то феноменального материала, как было в том фильме про дворец. Но даже если бы это расследование вызвало подобную волну интереса, я вижу несколько иначе Россию, российский народ. В целом народ независливый и народ долготерпеливый. История научила россиян, или научила, приучила, спокойно относиться к царям, как к части нормальной жизни. Вот цари, вот у них дворцы, вот они выезжают. Дальше на смену им пришли генсеки с длинными зилами-членовозами, с домиками охотника и рыбака в самых красивых местах Советского Союза. И в то время, когда весь народ стоял в очередях за куском сосисок, в Кремле, понятно, ели самые лучшие. То же самое произошло и в 90-е, семья. Теперь для нас всех это с вами норма. Мы даже вот эту мафию, которую управляла Россией в 90-е, все ласково называют там семьей. Даже не мафией, как клан какой-то на Сицилии, а семья. Ну вот так вот нормально. Там огромные дома, дочка по телефону решает, какого министра или какого там человека снять и арестовать, или, наоборот, спасти и защитить от уголовного преследования и так далее. Собственно говоря, всё это продолжается и дальше. Может быть, я ошибаюсь, может быть, правы как раз те, кто снимает и расследует истории про дворцы или про детей и внуков Путина. Возможно. Ещё раз, у меня нет какого-то убеждения, что я лично прав. Но вот я так чувствую, и наша команда так чувствует, что для россиян гораздо более важно, например, было узнать, когда Путин тайно начал набирать заключённых на войну и отправлять их туда. И они это скрывали первые месяцы. И это был переломный момент в сознании, когда россияне поняли, что они оказались исторически в повторе того, что делал Сталин. Очень важно было россиянам показать, что при том, что тот же самый Пригожин рекламирует, что вы завтра станете героями России, за этим скрываются страшные пытки, страшное насилие, расстрелы россиянами россиян, что тоже стало чудовищным на самом деле для многих россиян. И многих это возмутило и остановило от соучастия во всём этом. Мне кажется, что именно всё, что связано сегодня с этой подлой войной, и та череда безумных страшных преступлений, которые там совершаются, а мы раскрыли, лишь какую-то малую часть и опубликовали. Вот это может влиять на изменение настроения россиян, чтобы они понимали, что никаких аналогий с Великой Отечественной, с Второй мировой войны здесь нет. Это просто ужас без конца, который нужно останавливать сегодня же, чтобы спасти, возможно, тысячи или сотни тысяч других жизней. И мне кажется, в этом направлении нам всем нужно работать. И ещё раз подчеркну, понятно, что они украли сотни миллиардов долларов и евро. Понятно, что они прихватизировали большую часть экономики. Но история, международный трибунал и международный суд их будут судить не за количество нулей на криптовалютных счетах или офшорах, и будут судить за огромное количество убитых и запытных людей, за человеческие жизни. Потому что именно человеческая жизнь бесценна. А дворцы, это всё будет со временем оценено. Я думаю, что это будет, конечно, конфисковано. Но это, опять же, такая локальная внутренняя история для России будущего. Вот уже в завершении два вопроса. Я их объединю. Генерал Апат продолжается, и мы видим, что продолжают задержания, аресты, посадки. И в то же время, как мы понимаем, растёт число срочников, которые попадают в плен в Украине именно в связи с продолжением Курской военной операции. Что вы можете сказать по двум этим темам? Какая сейчас ситуация? В целом народ бежит из армии. У нас опять горячая линия разрывается от телефонных звонков. Просто какой-то нереальный всплеск за последние полтора, за месяц, за полтора вот этого какого-то безумного насилия. Мобилизованные контрактники, срочники звонят и пишут нам на горячую линию. Почти вот каждый день я сейчас до разговора с вами изучал материалы, которые нам прислали. В ближайшие часы мы на канале «Гулагу.нет» опубликуем записи переговоров по рации командира полка с подчинёнными, где отдаются незаконные приказы, где отдаются, по сути дела, там и оскорбления, и угрозы. И вот то, что сейчас вскрывается вот за эти недели, конечно, то, что происходило и происходит в Курской области, это, конечно, на мой взгляд, это, по крайней мере, с психологической точки зрения, это переломный момент этой войны, когда всё точно пошло не по плану Путина, Генштаба и ФСБ. Они с этим заваливаются, они потеряли контроль над личным составом. Народ побежал. И плюс к всему, да, конечно же, вот это вот задержание срочников, это тоже их пленение, это тоже бьёт очень сильно сейчас по людям, по репутации Путина в глазах людей, потому что всё-таки нам обещал, что срочников он напередок отправлять не будет. И вот мы видим, как заполняются в колонии, тюрьмы Украины как раз теми самыми срочниками, которыми затыкают амбразуру. Я думаю, что сейчас начинают происходить очень серьёзные сдвиги, изменения на ментальном уровне среди тех россиян, которые были оглуплены вот этой зет-пропагандой. На какое-то время их просудок был помутнён. Сейчас очень многое встаёт на свои места. И сейчас ещё больше нарушений я думаю, что в ближайшие недели, месяцы будет скрыто из происходящего в российской армии. И вот именно на этом, мне кажется, имеет смысл сейчас тратить время, чтобы россиянам доносить, что там на самом деле за ужасы происходили и происходят. Но это точно будет разрушение, полное разрушение того образа, который Роспропаганда пыталась выстроить российской армии. Они, конечно, полностью опозорили вооружённые силы России. Вот этот генерал Апат, сегодня ещё появились сообщения о том, что уже полковников стали задерживать. Взятки попроще, поменьше, всего по 7-8 миллионов рублей. То есть это уже масштаб на Тимура Иванова. Но это всё продолжается, этот маховик продолжает крутиться. Это новая Санта-Барбара про российскую армию. ФСБ оседлало здесь конёк. Они поняли, что они полностью с точки зрения военной контрразведки дискредитированы, они провалили всё. И они сейчас старые песни о главном. Они увидели, как позитивно россияне реагируют на задержание, на аресты высокопоставленных военных. И плюс ко всему, да, ещё раз, внутри российской армии начинается такой вот развал. Люди начинают бежать. Как их сдерживают? Только угрозой ареста, только репрессиями и только каким-то отрицательной селекцией, повышением. А кого-то повышать куда-то нужно, нужно для него место освобождать. Поэтому того, кто раньше, его можно посадить, на его место можно как раз поднять по карьерной лестнице того, кто выслуживался. На мой взгляд, это как раз идёт сейчас развал, разрушение системы изнутри, потому что и солдаты бегут, и, собственно говоря, и средний офицерский состав, они поняли, что сейчас тоже за ними начали приезжать вот эти чёрные вранки, или там синие минивены. Но всё это будет дальше продолжаться. ФСБ каждую неделю, каждые 2-3 недели будет кого-то задерживать, арестовывать, сажать, чтобы подбрасывать в этот костёр новые угли, новые дровишки. Но ещё раз, да, и Лефортово заполняется, и на Бутырке спецблок тоже приготовили. В общем, тюрем много, тюрьмы опустили. Это вполне логично, что те, кто ещё полтора-два года назад на убой самих россиян отправляли из тюрьмы, вот теперь они сами туда, в эти застенки возвращаются, их обнуляют с точки зрения их социального статуса, с них сдирают вот эти вот огромные такие красивые золотые звёзды, а дальше их будут тоже отправлять напередок с тем, чтобы они как раз показывали, что такое смывать вину, кровью. Вот сейчас посмотрим, как эти министры, замминистры, генералы будут отправляться напередок. Или всё-таки они будут отсиживаться и отмалчиваться, и тогда в очередной раз будет видно, как они поиспользовали, поимели простых россиян. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам, Владимир Осечкин, автор и создатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Правозащитник был с нами на прямой связи. Всего доброго и до следующего раза. До свидания. Спасибо вам, Вадим, и мирного неба всем над головой и скорейшего окончания этой подлой войны. Субтитры создавал DimaTorzok